В эфире программа «Что произошло?». Здесь нет государственного заказа и политической агитации. Здесь только реальная жизнь. В общем, добро пожаловать в Россию. В городах стоят Майданы, на Кавказе еще и резня. Оппозиционеры до сих пор успокоиться не могут. Они отвечают золотову и параллельно митингу. И до конца часа об этом и поговорим. Начнем с событий в Владивостоке, где вспыхнул протест, способный перекинуться на всю Россию. Там самым грубым образом сфальсифицировали результаты выборов губернатора. Дело в том, что люди отказались голосовать за врио главы региона, а в придачу единоросса и представителя партии пока еще власти. Власть же региона всеми силами пыталась не допустить того, чтобы ее возглавил оппозиционный кандидат. Подробнее в нашем обзоре. Наша задача не расстраиваться, не идти к победе. То есть наращивать массу народных протестов. Мошенничеством в Приморье Единая Россия открыла ящик Пандоры. Теперь можно оспорить любые выборы. По открытости и уровню организации выборная система в России была одной из лучших в мире. Особенно если сравнивать ее с США, где голосовать может даже корова. Конечно же это не про частные случаи, а про всю систему в целом. Да, у нас бывали и карусели, и голоса покупали за бутылку или за несколько сотен рублей. Но даже такого с каждым годом становилось все меньше, а доверия к выборам все больше, причем даже у международных наблюдателей. И вот что неожиданно. По всей стране проходят вторые туры выборов губернаторов. Такого не было с 90-х. Кандидаты, поддержанные президентом, уверенно проигрывали выборы. Получается, что теперь поддержка президента – это очень плохо. Это теперь такая своеобразная черная метка, свидетельствующая только о том, что голосовать за такого человека точно не следует. Так же было и в Приморском крае. В Рио региона Тарасенко вышел во второй тур. Тогда чиновнику было не до результата, потому что сразу после выборов во Владивостоке прошел азиатско-тихоокеанский саммит, где глава государства выразил надежду, что у его кандидата во втором туре все будет хорошо. И все чиновники восприняли это как сигнал. И решили не обеспечить победу своему шефу. В день голосования практически до самого окончания подсчета голосов Тарасенко уверенно проигрывал кандидату от КПРФ Ищенко. Причем в Рио губернатора в этот день показал еще более худший результат, чем в первом туре. Однако, когда оставалось менее 5% необработанных бюллетеней, начался сущий ад. В помещении избирательных комиссий начали вламываться сотрудники полиции. На некоторых участках начались пожарные учения. Несмотря на то, что вы сделали свой выбор, результаты голосования были нагло сфальсифицированы. Были приписаны тысячи голосов на избирательных участках Уссурийска и Находки. Тех сотрудников избиркома, которые старались сделать все по закону, просто запирали в кабинетах и удерживали силы. Другие же люди исправляли в системе госвыборы данные и вводили липовые протоколы с несуществующих избирательных участков. Со 100% явкой и 100% результатом за Тарасенко. Центр избирком сначала отказался признавать факты махинации. Это уже вопрос, который остается пока открытым до того, как все факты будут с нами тщательно изучены, проанализированы, сделаны выводы. Однако во Владивостоке тут же начался Майдан, который продолжался до конца недели. Поняв, что пламя протеста может перекинуться и на другие города, федеральные власти решили, что с огнем лучше не шутить. И тогда Элла Панфилова выступила с призывом к краевому избиркому отменить итоги выборов. Данные, содержащиеся в 19 протоколах об итогах голосования ряда участковых избирательных комиссий после их ввода в ГАЗ-выбор, были изменены и введены в систему повторно, чтобы влюблено существенное изменение итогов голосования по соответствующим территориальным избирательным комиссиям. Выше перечисленное обстоятельство вызывает очень серьезную озабоченность из страны центральной избирательной комиссии, поскольку явно содержит признаки нарушения не только прав кандидатов, но и конституционного права граждан избирать своих представителей, что в свою очередь указывает на нарушение сопрепленного Конституции, Конституции Российской Федерации, фундаментального принципа легитимизации органов государственной власти и местного самоуправления на основе свободных периодических выборов. Региональные чиновники, естественно, послушались. Сам же в Рио губернатор Тарасенко первые часы после этого несколько раз менял свое решение относительно нахождения на своем посту и своего дальнейшего участия в выборах. На момент подготовки программы в эфир он так и не определился со своей выборной ориентацией. Продолжаем программу. Бунтует в России не только в Приморье. В Кабардино-Балкарии возник межнациональный конфликт. Кабардинцы решили пройти конным походом по землям балкарцев, а те не пустили колонну. В итоге столкновение с полицией и первая кровь сейчас сами все увидите. В селе Кенделен, что в Кабардино-Балкарии, проходят массовые столкновения. Конфликт разгорелся между участниками конного похода к горе в честь знаменитой битвы 1708 года и местными жителями. Как сообщает портал регион-онлайн, поход был запланирован в честь 310-й годовщины Канжальской битвы, когда кабардинцы отказались платить дань и разгромили крымского хана. Участники акции планировали проехать маршрутом предков на конях, чтобы отдать дань памяти. Однако путь их проходил через село Кенделен, балкарское население которого выступило против конного шествия через их населенный пункт. Это связано со старинным конфликтом между двумя народностями. Несмотря на возможность столкновения, участники акции все же отправились в поход. Предупреждение о возможном конфликте получили и силовики. Они прибыли на место, чтобы гарантировать безопасность. Тем не менее, беспорядков избежать не удалось. В районе села Кенделен начались массовые столкновения. Судя по видеозаписям, с места событий в драках и стычках участвовали десятки людей. На записи также слышны звуки стрельбы из огнестрельного оружия. Стреляя в воздух, силовики пытались успокоить наиболее активно конфликтующих мужчин. Однако первая кровь уже пролилась. Есть пострадавшие. Местные знаменитости призывают стороны конфликта к примирению. Я прошу вас остановиться, разумиться и сделать красиво. Решите вопрос мирным путем и разойдитесь. Давайте мы, два народа, объединимся и не будем больше таких тем делать. А кто это зачиняет, зачинчики, гореть в воду? К сожалению, никакие призывы не помогают. Судя по видеозаписям, приходящим из Нальчика, в столице Кабардино-Балкарии начался Майдан. Внимание! Внимание! Уважаемые граждане! Просьба всем покинуть площадь! Просьба всем покинуть площадь и прекратить несанкционированные мероприятия! Внимание! Просьба всем покинуть площадь! Чем жили чиновники по всей России на минувшей неделе? Чем занимались, на что деньги народные тратили? Прямо сейчас сводка из параллельного мира сильных государств всего в очередном выпуске «Политпогоды» с Ксенией Форовой. Для Подмосковья на ближайшие дни ожидаются осадки в виде дурманящих, невкусно пахнущих и зеленовато-непонятных газов. Просто подмосковный губернатор Андрей Воробьев психанул и с треском профукал, то есть проиграл минувшие выборы в проблемном Волоколамске. А местные жители, между прочим, так и сказали. Голосовать за того, кто виноват в экологической проблеме в городе, было бы просто стыдно. Ой, ну и дал, конечно. А в Саратове засуха, словно в пустыне. И заветный оазис 45 тысяч местных жителей неделями искали. Сидели саратовцы до безгорячей воды, после чего коммунальщики отключили и холодную воду. Причем на несколько суток. Пока губернатор Радаев заявляет о инновации и занимается программой развития отдаленных территорий региона, в центре областной столицы настал, как говорится, каменный век. А в Крыму преимущественно солнечная жара и даже припекает. А почему? Да потому что крымский губернатор Овсянников под прицелом у прокуратуры. Поводом стал госпансионат «Изумруд», куда Овсянников заселил все свое окружение из Удмуртии. Силовики нашли ряд нарушений в системе обеспечения губернаторской свиты, для которого выделили 25 миллионов рублей. Ну, хорошо, что не долларов. А в Тюмени грозы обид катятся раскатистой звуковой волной. И все из-за инаугурации Александра Мора. Ее перенесли на более ранее время, чтобы депутаты из Югры не успели на бал после внеурочного заседания, назначенного лично губернатором ХМАУ Натальей Комаровой. Они ждут депутатов Югры на инаугурацию, потому что на выборах Югра принесла Мору самый низкий процент по региону, подпортив ему результат. Еще одна наша постоянная рубрика под названием «После выборов». Сейчас вы узнаете, сколько заводов закрылось за прошедшую неделю. Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил исковые требования прокуратуры. Надзорное ведомство давно уже пыталось закрыть предприятие уральской свинцовой компании, что находится в городе Верхний Тагил Сырловской области. Минувшей весной здесь в результате несчастного случая погиб рабочий. Ранее Следственное управление СКР по Свердловской области возбудило уголовное дело по части 2 статьи 216 Уголовного кодекса, то есть нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека. По версии следствия, в апреле 2017 года рабочий загрузил в печь влажное сырье для выполнения восстановительной плавки. В сырье была вода, однако рабочий закрыл заслонку печи и включил ее на вращение. В процессе плавки вода попала на разогретый материал, из-за чего началось ее испарение. Объем пара в печи увеличился, и внутри аппарата создалось высокое давление. В итоге печь начала разрушаться, ее части разлетелись по помещению, из печи повалил горячий пар и расплавленная шихта. В итоге 25-летний рабочий от полученных травм скончался на месте. Другому причинен тяжкий вред здоровью, третьему рабочему легкий вред здоровью. Кому и зачем потребовалось закрывать весь завод и оставить без работы весь коллектив, пресс-служба прокуратуры Свердловской области не сообщает. Также на Урале по сообщениям местных жителей закрывается завод горного машиностроения. К журналистам местной газеты обращаются работники предприятия. Люди рассказывают, что руководство завода объявило своим сотрудникам о консервации и дальнейшем закрытии. Далее цитата. «Я еще работаю, но многие люди уже увольняются», говорит работник завода по имени Руслан, сообщив также, что новую работу им не предлагают, и они не знают, будут ли им выплачиваться какие-либо компенсации, если завод закроют. Журналисты попытались дозвониться до директора завода, однако его телефон оказался недоступен. По Дуфой после жалобы некого местного жителя приостановили работу завода и пластических масс. Окончательное решение о закрытии предприятия принимало Уфимское территориальное управление Минэкология. В Армянске после скандально известного выброса на заводе «Титан» предприятие решили полностью остановить. О планируемой реконструкции завода информации, к сожалению, пока нет. Далее цитата главы администрации города Василия Тележенко. «Завод выполнил свои обязательства. Все печи остановлены. И снова вернемся на Урал. На Медне здесь сгорел завод «Амур», что находится в закрытом атомном городе Новоуральск. В былые годы здесь собирали грузовики и спецтехнику. Завод был гордостью машиностроения Урала. К сожалению, автозаводы теперь никому не нужны. И зачем их модернизировать? Ведь всегда проще сжечь. Все, на сегодня хватит. В студии работал Евгений Анисимов. Смотрите программу «Что произошло» в эфире Крик ТВ. Краткую версию смотрите на канале «Реальная журналистика». Регулярно заходите на наш сайт kriknews.ru. Там вы найдете много интересного. Звоните нам в редакцию по телефону 8-343-290-2390. Ищите на соцсетях. Подписывайтесь на наши группы и на наш канал в Ютубе. Добавляйтесь в друзья. Сообщайте новости. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова